Всем салют, друзья! Это красава! Более полутора месяцев моя рука не поднималась, чтобы нажать кнопку этой камеры по понятным причинам. Но пришло время возвращаться к жизни в новых реалиях. 24 февраля Россия развязала войну в Украине. Да-да, я буду говорить именно это слово. Не буду называть это как-то по-другому или запикивать, как делают многие блогеры. А буду говорить то, что думаю и то, что вижу. Весь футбольный мир высказался против этого безумия, которое сейчас происходит. Лиги, клубы, футболисты, болельщики просили остановить войну. Но только наше футбольное сообщество, вскормленное бюджетным баблом, замешанным на страхе, до сих пор молчит. Самое интересное, что я лично разговаривал с многими лидерами мнений из нашего футбола. Все говорят, да, мы понимаем, что это катастрофа. Да, мы это не поддерживаем. Но продолжают молчать. Молчат, когда стирают с лица земли украинские города. Молчат, когда погибло уже более сотни детей и тысячи мирных жителей. Молчат, когда российские клубы выкинули из Еврокубков, а сборную – из стыков над чемпионатом мира. Наш сегодняшний выпуск с капитаном сборной Украины Андреем Ермоленко, а также другими футболистами и спортсменами Украины, которые расскажут про войну своими глазами и глазами своих близких, которые уже больше полутора месяцев прячутся от бомб и от пуль. Отвечать на их истории будут кадры официальной российской пропаганды. Погнали! Сейчас срочное сообщение Министерства обороны России о специальной военной операции в связи с эскалацией в Донбассе. Военная инфраструктура, объекты ПВО, авиация вооруженных сил Украины уничтожается высокоточными средствами поражения гражданскому населению Украины. Ничего не угрожает. Никаких авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносится. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Андрей, давай сразу людям объясним, которые нас сейчас смотрят, особенно людям из Украины, почему ты, капитан сборной Украины по футболу, решил сейчас дать интервью российскому блогеру? Чтобы показать людям, которые живут в России, что на самом деле происходит в Украине. Наверное, в этом выпуске мы будем меньше говорить о футболе, больше говорить о политике. Все украинцы нуждаются в поддержке, донести русским, что их обманывают, показать правду. То есть сейчас ты считаешь, что в России люди совсем не видят правду? Часть из них знают, что на самом деле происходит, но очень много людей, которые действительно не понимают, что сейчас творится в Украине. Если благодаря этому видео хоть кто-то немножко засомневается, хоть кто-то поменяет свое решение, будет хорошо. 24 февраля, начало войны. Вспомню тот день, как ты узнал о событиях, которые произошли утром и что ты сделал в первую очередь. Меня разбудила моя мама, которая находилась здесь со мной. Разбудила в 5 утра, где-то сказала, что началась война. Знаешь, когда человека будет, и первые слова о том, что война, ты не понимаешь, что делать, потому что ты никогда не был в этой ситуации, и, естественно, паника, дрожь. 24 утра я слушал взрыв, и тогда я думал, что это бомба. После этого второй взрыв, третий. Я прошел уже войну в Хорватии в 1991 году, в Донецке в 2014 году. Я вернулся в войну в одном моменте. Проснулся со словами папы, война началась. Детям сказал, говорю, ты война, угомонитесь, дайте, папа хочет спать. Потом я встал, и у меня телефон был красный, столько смс, всего этого. Вот так вот я проснулся в 24 часа. 24-го, 25-го числа под пулями я был. То, что происходило первое время именно в Киеве. Я был под этими пулями. Я стоял, а пули летали надо мной. Я видел слезы, я видел мертвых людей, детей, знаешь. Это падлы, те, которые рассказывают, что они по военным объектам бьют. Я никогда не думал, что в своей жизни я это увижу, что я буду жить в той стране, где будет происходить война. Плакал, наверное, один раз сильно. Папа ушел в военную часть, и в тот момент я, когда ехал на базу, узнал и, честно, плакал. Первым делом, что я сделал, я набрал жене, которая была на тот момент в Киеве. Было первый раз так страшно, что меня тошнило. Вот это такой какой-то страх, наверное, я не знаю, первобытный, что ты впервые боишься за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Я просто смотрела в окно, видно весь Киев. Буквально через полчаса после взрывов все улицы были заполнены машинами, что все начали куда-то уезжать. Ты 24-го понимаешь, что у тебя семья там. Началась война, я бы с ума сошел. Как ты их вытаскивал оттуда? С моей женой и ребенком находился мой отец. Они попробовали выехать куда-нибудь ближе к границе, но это было нереально, потому что пробки, все люди выезжали, просто творился беспредел, значит, никаких правил. Я понимаю, это паника. Представляешь, когда взрывы, самолеты летают, ты везешь свою семью. Они попробовали выехать, у них не получилось, потому что бензина не было тоже на заправках. Одну ночь ночевали в паркинге, потом выехали за город, ночевали за Киевом, ну это буквально там недолго ехать. Ночевали в подвале, было слышно взрывы, сирены. Потом нам сказали, мы будем выезжать автобусами, но никто вам не может гарантировать, что случится по дороге. Уже в новостях было, что люди уезжали, расстреливали колонны, расстреливали машины, на которых было написано «дети». Ты ехал, а ты не знал, доедешь ты или не доедешь. По поводу детей, что будем им объяснять? Я вообще своему сыну не говорила, что это война. Я, честно, даже не могла это сформулировать. Я настолько боялась, что у него останется эта травма на всю жизнь. Я просто говорила, что это гром, молния, нам надо прятаться, что это вот плохая погода. Слава богу, что мой старший сын, который был в Киеве, он не увидел того, что происходит в Мариуполе, в Харькове, в Чернигове. Поэтому он нормально себя ведет. Да, первые 2-3 дня он ходил такой. Сам не свой, видно, что он тоже переживал, потому что постоянные сирены, спать в подвале. Ребенку просто говорили, что очень сильный ветер, ураган. Как бы понятно, что ребенок спрашивает, что это за взрывы. Но как бы пытались врать, как-то объяснять. Он уже достаточно взрослый, то есть, когда он приехал, я с ним сел. Я ему просто спросил, сынок, ты понял, что происходит? Он мне сказал, да, я понял. Россия напала на Украину. И... То есть, он заплакал, знаешь, и... Ну, это очень тяжело, знаешь, говорить, когда твой ребенок плачет. И, ну, то есть, понятное дело, я попытался его максимально успокоить, и чтобы он чувствовал себя в безопасности. Вот и все. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Игорь, побежали, побежали. Давай, давай, давай. Браво! Браво! Информацию, что нас сегодня расстреляли на выезде из Харькова, Циркуна и Бомровка, а российские солдаты просто стреляли по нам, по машине, а потом простреляли нас. Дэвид Бэкхэм отдает свой инстаграм доктору из Украины. Мюнхенская Бавария и вся Германия выходят на матчи, где и на стадионах написано «Путин, остановись». Английская премьер-лига в украинских цветах. Буду Глинт, где играет российский вратарь, выходит тоже с знаками против войны. Ты ожидал, что футбольное сообщество так объединится в поддержке твоему народу? Если честно, то нет, я не ожидал. Я думал, что это продлится, возможно, 2-3 дня, знаешь, и потом поутихнет все. И мы как бы даже договорились с ребятами, что мы не должны молчать, мы должны постоянно показывать, каждый день показывать, что случилось вот там за прошлые 2-4 часа в Украине, чтобы мир об этом говорил. Я летал в Германию, и все люди, которые меня узнают или видят просто украинский паспорт, все подходят, выражают свое соболезнование, говорят, что они молятся за то, чтобы это как можно быстрее закончилось. Я ожидал какую-то поддержку просто от команды, но помогают людям, которые там, в Украине, и они это все видят, и они пишут спасибо твоему клубу, спасибо Англии. Им это дает эти силы держаться где-либо. Той поддержки, которая сейчас у меня, я уже 4-й год здесь, у меня через 2 месяца заканчивается контракт. Я не чувствовал этого, я не чувствовал любви, уважения. Из-за того, что у меня большой контракт, из-за того, что я мало играю, из-за того, что я получаю много травм, я прекрасно понимаю болельщиков, то есть я никогда не держал на них зла, но наши какие-то взаимоотношения не были идеальными. Хочешь, не хочешь, но ты натыкаешься на какую-то статью, что тебе пишут там, все, скорее бы он ушел. И после того, как это случилось, я получил, ну, наверное, тысячи сообщений в Инстаграм от болельщиков в Схема, что, пожалуйста, не уходи. Мы тебя любим, оставайся, мы поддерживаем тебя, твой народ, всех твоих друзей, всю твою семью. Все, что тебе нужно, обращайся. Болельщики пишут, если нужны там квартиры, еда. То есть болельщики сами мне отправляют отчеты, что они собрали, гуманитарную помощь. И это все отправляют, за что я им благодарен. Никогда этого не забуду. Это в первую очередь обращение к русским, которые не видят правду. И вы просто подумайте, почему весь мир поддерживает Украину. Потому что мы у себя дома, мы ни на кого не нападали. За всю нашу историю независимости мы не участвовали ни в одной войне, в отличие от России. И мы просто жили, наслаждались жизнью, строили свою независимую страну до того, как пришел русский мир. Ко всему русскому миру, который, так же, как наша страна является, и как это не покажется на первый взгляд странным, но тем не менее так и есть, и много конфессионального, и много национального. Он такой многолекий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. Матч с Сивилей. Одна восьмая финала Лиги Европы, ты забиваешь победный гол, перед этим ты вышел на замену, вывел свою команду в одну четвертую. Но в момент твоего выхода на поле, когда показывали украинские флаги, в момент твоего гола потом, матч ТВ включил одного и того же человека, который держал сосиску в руках. Я понимаю, что показывают в России сейчас. Для меня это не стало никаким сюрпризом. Я просто отреагировал на это с улыбкой. Вот и все. Есть люди, которые просто 20 лет сидят и кроме одного канала ничего другое не смотрят. И, конечно, их развитие останавливается на каком-то одном уровне. Они не хотят слышать другую информацию. Они только слышат то, что им хочется, то, что ухо будет радовать. Мое мнение, что в России просто люди остановились в развитии. То есть какая-то молодежь, которая может черпать какую-то информацию с разных каналов. Да, они развиваются, они понимают, что на самом деле происходит. Но люди, которые постарше, которые плевать хотели на интернет, на все программы, которые программу ты делаешь, им это неинтересно. Они включают своего Соловьева, этого дебила, слушают его. И, ой, как у нас классно жить, как мы хорошо живем. Недавно, когда разговаривал с ребятами, с друзьями, я говорю, послушайте, когда вам 8 лет, по 5-6 часов в день будут втирать про нас, нацисты, ты сам знаешь. Те люди, которые там, Москва, Питер, те, которые живут за 20 километров, они никогда не ездили, они в Украине никогда не были. Они видят это, но они будут верить. Я тоже знаю, как люди в России живут. И это беда, откинуть 5 городов, самых больших, и все остальное, это нищета. Просто нищета. Ты дальше с командой идешь в Еврокубки, но все российские клубы выкинули из Лиги Европы, из Лиги Чемпионов, из отбора на Чемпионат мира. Твое мнение, это правильно? Все санкции, которые принимаются против России, против российских спортсменов, против всех видов бизнеса, я считаю, что это правильно. То есть спорт, как часть социума, если попадут под санкции, может так или иначе повлиять на то, чтобы это все остановилось? Я надеюсь на это, надеюсь, и мне хочется в это верить. Если ты поддерживаешь войну, то тогда, пожалуйста, потерпи, не будешь ты играть Лигу Чемпионов, не будешь ты играть за сборную, но это все херня по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине. И там, где гибнут дети, и женщины, мирные люди, поэтому я считаю, что все справедливо. Но они там играют, они празднуют голы, в Лечке приезжают, смотрят. У нас этого нету, нам этого забрал уже второй раз. Нету такого. Это несправедливо, это нечестно. Я бы понимал, может быть, если бы спортсмены там говорили бы все, а все заткнулись и молчат. Я уверен, что они не будут дальше продолжать играть в Еврокубках, потому что мир видит то, что они творят, просто видит. Скажи, вот ты общался с футболистами российскими, они вообще понимают, что происходит? Миллионы беженцев, разрушены города в Украине, дети умирают. Это же мы начали это все, то есть наша страна. Почему они молчат? А ты не знаешь, почему они молчат? Потому что их закроют, блядь, их выгонят, им пизды дадут, их посадят или еще что. Вот почему молчат, потому что нельзя ничего говорить. В такие рамки, в тиски засунули людей. Миллионы людей знают, что происходит, видят, и мне очень многие люди звонили, писали, извини, это не мы, прости, это просто люди писали в инстаграме мне, но они никогда не скажут, потому что знают, что это нельзя говорить. Это тупо страх. Ребята, почему вы сидите, как обосранные, и ничего не говорите? Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. А конкретно я обращался ко всем футболистам сборной России, чтобы они хоть как-то повлияли на что-то, потому что сидеть ровно на жопе, говорить, что мы можем сделать, кто нас послушает, ну, так может каждый. Я знаю, как они относятся, да, к Путину, что все прекрасно знают, какой режим у вас там в стране. Никто не говорил, что ты должен его там как-то обзывать или еще там что-то говорить. Просто нужно было выразить свое мнение и сказать, что люди, остановите войну, что вы творите. На них смотрят люди, они кумиры миллионов. Никакого ответа ни от кого я не услышал, не почувствовал. Только Федя, Федя Смолов. Ему респект, огромное уважение, мы с ним знакомы, знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал, огромное ему спасибо за это. Бояться. У тебя есть яйца? Есть. У других нету. Чего бояться? Ты истина, правда. Этого боишься? Я за это всю жизнь. Я за правду, за истину. Почему варь сегодня существует? Чтобы было справедливо все. Если гол, тогда гол. Если пеналтий, значит пеналтий. Если война, война. Если Россия агрессор, значит Россия агрессор. Очень простые ответы на этот вопрос. Страх за что? Страх за свою жизнь или страх за свои деньги? Я не знаю, как бы я отреагировал, да, то есть я не буду кричать, я бы вот так сделал, потому что, ну, я не в той ситуации. Но их защищать или говорить о ком-то хорошей вещи, для меня те люди, которые как-то отреагировали на это, я это буду помнить всегда и никогда не забуду. Что бы у них в жизни не случилось, они всегда могут рассчитывать на мою поддержку и на поддержку моих друзей. Но те люди, которые промолчали, которые стоят в сторонке и смотрят на это все, для меня это те же люди, которые воюют, которые убивают. Этих людей для меня просто не существует. Все футболисты, все спортсмены, которые есть в России, они должны говорить. Если вы там рассказывали, что мы братский народ, Россия, Украина, а они молчат. Я ни одного футболиста не услышал, ни одного. Хотя я вижу, в мои сторисы смотрят многие, даже тот же Глушаков смотрит сторисы. Просто обосрались. Обосрались во всем. Они боятся за все, понимаешь? Сказал бы один, сказал бы второй, третий бы, я думаю, все было бы по-другому. Обязаны все, спортсмены, даже пускай там не люди какие-то, но спортсмены должны говорить. Мне даже писал Павлюченко. Я отвечал, я культурно, но когда он начал уже перебарщивать и говорить, я его послал просто нахер. Понимаешь? Я бы посмотрел бы, если бы, не дай бог, его дети посидели бы в подвалах. Он бы увидел то, что видим, как гибнут наши дети, женщины, как гибнут наши старики. Это мирное население. Я счастливый человек, потому что я могу говорить то, что я хочу. Публично, не публично ему говорить. А обратился к Зюбе, потому что он как бы капитан сборной. Я написал точно человеку, который молчит. Я ему написал в Инстаграм первое сообщение. Я хотел нормально поговорить. Я спросил Артем, можешь здесь говорить? Прошло три или четыре дня. И молчок, агрессия, и я не отказываюсь от своих слов. Если капитан сборной, он молчит, то никто не будет говорить. Мы разговаривали по этому поводу с парнями, со сборной, что если было бы в нашей стране, мы не знаем, как бы мы поступили. Но это можно было бы сделать. В один момент Костяк договорился, вот выставляем то-то, то-то. Всех не посадят. Почему молчат? Боятся за свою жизнь, боятся за штрафы. Сейчас велишь там закон за нет войны, тебя садят. Можно было собраться всей командой, если ты реально против, выставить то-то, мы против войны, мы не поддерживаем это. Если вы молчите, вы поддерживаете. Граждане России, для вас эта борьба не только за мир в Украине, это борьба и за вашу страну, за то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите. Ты родился в Питере? Да. В три года тебя родители увезли в Чернигов. Сейчас в Питере живет бывший футболист сборной Украины, ныне тренер петербургского зенита. Я знаю, что у вас с Тимошчиком был диалог и длился он две минуты. Рассказывай, что в нем было. Ну, я начну с того, что для меня Толя, когда мы там играли вместе, это был пример профессионализма. То есть я равнялся на него всегда, когда началась война. Да, я следил за тем, кто высказывается, кто что-то сказал, кто что-то вообще ничего не сказал. И для меня это было неожиданностью. Я ему просто написал, как тебе спится по ночам. Он мне ответил, что не спится точно так же, как и тебе. Как бы я ничего больше не этот, и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил, почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня нахуй, я послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. Твоя версия, что это? Он просто боится, он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. Помимо этого, то есть я понимаю, что у него там жена, дети, они русские. Я это все прекрасно понимаю, но у тебя как бы все твои друзья, там многие из Украины, и у твоих друзей гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я считаю, что я думаю, что он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Ты же не боишься, не боишься это делать? Вернее, ты боишься, я думаю, ты боишься, но ты понимаешь, что тебе может быть за это? Я хочу своим детям смотреть в глаза. Знаешь, когда они у меня спросят, что это, что было вообще. Я, ну, вот я его просто не понимаю, как он сможет дальше с этим жить. Никто понять этого не может. Твои родители там, а ты сидишь на другой стороне, с этой стороны стреляют, убивают. Я не знаю, как это возможно. Я не знаю, как бы я с этим просто дальше жил. Я его не знаю, как человека. Я знаю, то, что он говорил, то, что у него там все. Я не понимаю такого. У него отец в Луцке, в Тиробороне, а человек в России молчит. Вот в этом я уверен, то, что я бы так не сделал. Каждый человек отвечает за себя. Я бы делал по-другому. Но с этим надо жить. Я, Дарья Сирна, с этим не мог жить. Ну, ты вообще принял свое решение. Принял свое решение. Он будет отвечать за свое решение. Это просто обосранный, как говорится, дятел. Променял страну. Он променял даже, можно сказать, своих родителей. Его отец в Луцке находится в Тиробороне. А эта падла сидит в Питере на жопе ровно и зарабатывает деньги. Знаешь, ему все равно на страну. И то, что я видел, вот эти ленточки он надевал на свою тупую бошку. То, что он там красил свою харю нашими флагами украинскими. Знаешь, это были просто одни понты. Никакой он не патриот, никакой он не житель этой страны. Федерация футбола Украины забрала все титулы у Тимащука. Мое мнение, вот честно скажу, мое мнение, что, наверное, то, что Тимащук молчит, сидит в России, работает в Зените и не хочет ничего менять, это больше про человеческое. При чем здесь футбол? Тебе не кажется, что это все-таки перебор? Мне не кажется. Я считаю, что человек, который носил капитанскую повязку на руке, который сыграл, если я не ошибаюсь, 144 игры за национальную сборную, должен одним из первых был сказать свое слово и показать в первую очередь жителям России, что происходит. Но он это не сделал, поэтому я считаю, что со стороны Украинской Федерации все правильно. Не может быть две стороны, тут нужно как бы выбирать, кого ты поддерживаешь. Он свой выбор сделал, Бог ему судья, поэтому я считаю, что все правильно. Когда я сюда ехал, ты попросил меня обсуждать Тима и Ордиса. Но я тогда спрошу про другого твоего друга, про Сашу Овечкина. Саша Овечкин сказал, что война – это плохо, это надо остановить, но мой президент Путин и Саша Овечкин когда-то организовал Путин-тим. Ты с ним разговаривал, он до сих пор поддерживает Путин? Я не, я не, смотрите, я разговаривал, я не хочу говорить на эту тему. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись вести счеты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики. Я знаю, что у футболистов есть чат, где вы обсуждаете волонтерские дела, а также помощь армии. Кто из топов входит в этот чат из футболистов, да? И сколько денег в общей сложности вы уже собрали? Конкретно одного чата нет. То есть есть несколько, там, группа ребят, например, которые там только из Динамо Киев. Потом есть отдельный чат, там, где футболисты и тренеры. То есть там и тренеры есть. Сергей Ребров, Андрей Николаевич, Шевченко и футболисты, которые играют за границей. Помимо этого, как бы, ну, там, сами ребята, кто с кем общается, группируются. Я конкретно за себя говорю. Квартиру в Киеве можно было купить спокойно за эти деньги. Хорошую квартиру в центре. Ну, то есть точно так же каждый футболист, у которого хорошая зарплата, поверь мне, что потратили достаточно. Но какую-то сумму конкретно называть, ну, я, я, я не хочу. Я мог бы тебе сейчас сказать, да, что я лям потратил, но, но это не так. Не хочу говорить, потому что на этом не пиарятся. Я, как и Ермола, и другие футболисты, занимают позицию, то, что не нужно рассказывать, сколько ты помогаешь. Главное, что ты помогаешь. Давай про покупки. Вот смотри. Чаус, глава Черниговской области. Он респектовал тебе, благодарил за ништяки для армии, за бронежилеты, за снаряжение. Вот объясни мне, Андрей Ермоленко сидит в Лондоне. Куда ты заходишь? Что ты делаешь, чтобы купить бронежилеты? Это как вообще? Как такое может быть? Ну, элементарно. То есть, у меня, как бы, его номера не было. Я пробил его номер. Ну, еще раз повторюсь, что это надо было проделать небольшую работу. В течение часа я получил его номер, позвонил ему, спросил, что нужно ребятам, которые стоят там на передовой. Он мне объяснил, что нужно, сбросил, как фотографии, знаешь, броников? Ну, не только броников, знаешь, там разная фигня, знаешь, которую я даже, я даже не знал, что такое есть, потому что никогда этим не интересовался. После этого я искал, хорошо, я буду заниматься и начал искать людей, которые могут это найти. Повезло, я нашел человека, который это все искал. Он сказал мне, что он живет во Франции, он нашел это все в Испании. Как только мы нашли, я произвел оплату, он поехал с Францией, поехал в Испанию, забрал это все, отвез на границу, на границе передали нашим ребятам, там уже занимался мой двоюродный брат, чтобы доставили это конкретно в Чернигов, потому что в Чернигов добраться нельзя, все мосты взорваны, через которые можно было попасть в город. те люди, которые хотят выехать или въехать, в основном это только те, которые хотят выехать, обстреливаются русскими солдатами. Вот так вот искали, как можно хорошо, что некоторые люди знают пути, которые не знает никто, то есть находили этих людей и как-то завозили это в город. Даже Усик поехал биться, бой, бой провалит в Украину, выиграет. Поэтому сегодня Украина одно тело. Ты капитан сборной, ты игрок английской премьер-лиги, и ты разбираешься в брониках и заказываешь снаряжение. Я прекрасно понимаю, что я помощник с оружием, но если честно сказать, ну никакой, потому что что, где я там стрелял, ну да, поехал я там в Тирпо, стрелял с разного оружия, но этого недостаточно, чтобы идти и идти и воевать. Я сел дома и подумал, как я могу помочь своему народу. И я понял, что я могу только своей игрой это сделать, привлечь максимальное внимание к себе финансами. На самом деле даже я делаю эти все переводы, потому что иногда у него не получается. Он мне просто сказал, что надо перевести какую-то сумму армии. Я могу у него спросить, что я вот хочу помочь такой организации, таким волонтерам. Я думаю, что это даже не обсуждается. Алиев, когда он пошел в терраборону, он жестко разругался со всеми своими родственниками, потому что он родился в Хабаровске. Понятно, что никто не воспринял и не понял, почему он пошел защищать Украину, воевать против русских, хотя он там родился. У тебя есть родственники в России. Какие у вас отношения и что вы обсуждаете? У моей семьи есть один родственник, который живет там. Естественно, я не буду называть фамилию, имя. Он прекрасно понимает, какая ситуация. Адекватный человек. Потому что вы ему говорите, что происходит, да? Потому что мы говорим и просто его мнение как человека совпадает с тем, что мы говорим. То есть, когда это все началось, он вышел на митинг и его сразу повязали и дали 15 суток. То есть, он сидел 15 суток на митинге? Да. Для меня самое обидное, что я нахожусь здесь и мои родные родители не верят мне, что здесь происходит. Но они говорили так, что русские пришли сюда уничтожать фашистов, нацистов. Недавно я с мамой переписывал, показывал ей фотографии, показывал, что происходило, где я был и в Буче, в Ирпине, и был в Гастомеле, и был в Бородянке. Я это все увидел своими лично глазами и все ей прислал в ответ от своих близких, своих родных я услышал то, что это делают украинцы. Ну, я был просто порожен. Я понял, что это люди просто зомбированы. Я слышал историю, опять же, про диалог Зазули и Усика. Усик сказал, у меня есть два отряда, с тебя логистика, с меня деньги. Как часто в вашем чате вообще такие диалоги происходят? Сейчас все, все так закручено. Понимаешь, это Рома Зазуля этим занимается там на протяжении вот восьми лет, то есть он поддерживает связь со всеми военными. Он просто знает, где что можно купить, а у Сани есть финансовая возможность помочь. Они сгруппировались и сделали доброе дело. Ну, это как бы не единичный случай. Я знаю много ситуаций, где просто ребята, те, которые выехали, спортсмены там из Украины, потому что у них там по трое детей, они смогли это сделать. как только они где-то останавливались, они искали украинское посольство, чтобы те помогли им с организацией закупок всего, еды, того же оборудования для военных, разных медицинских препаратов. И покупали, отправляли машину в Украину. Я не знаю ни одного футболиста сборной Украины, который бы сказал, нет, я не дам денег, или который просто не помахает. Я, на самом деле, полноценной армией, такой же военной, как и другие наши военные. Я умел стрелять, но я много чего увидел другого оружия и попробовал даже с него тоже пострелять. Ты, на самом деле, тот человек, от которого не все ожидали, что ты пойдешь на работу. Я никогда не был трусом, никогда не буду. У меня такое воспитание. Может быть, я не умею там прям сильно так воевать, но то, что я могу, в автомат руках я умею держать, стрелять я умею. Надо будет? Я, честно, не скрою, я застрелю. Была хоть одна мысль, хоть раз, о том, что отправляя деньги на оружие, ты причастен к убийству людей? Честно, такой мысли у меня не было, потому что таких людей, я не считаю их за людей, солдаты, которые приходят в чужую страну, приходят на чужую территорию, их никто не звал, мы жили хорошо, мы развивались как государство, стреляют в женщин, в детей, насилуют женщин при детях. Ну, извини меня, но это, для меня, это не люди. Если я помогу истребить таких, то я только за. на убийство людей, которые пришли на нашу землю и которые убивают мирных граждан. Я осознаю, что я причастен, что я помогаю защитить свою страну, свою семью. Если не мы, то моя семья будет непонятна где. Не буду уверен, что они в безопасности. Ты понимаешь сейчас, что ты, будучи футболистом, отправлял деньги на помощь украинской армии? Если в Украину придет российская власть, ты понимаешь, что ты никогда больше не приедешь в свою страну? Ты будешь террористом, экстремистом, кем только ты не будешь, но ты уже никогда не попадешь к себе домой. Я это прекрасно понимаю. Когда я этот шаг делал, я делал это осознанно, потому что я не хочу жить в такой стране, как Россия, например. Я хочу спокойно говорить правду, говорить то, что я хочу. Сейчас я могу сказать все, что угодно. Завтра за мной не приедут люди Зеленского и не скажут «Ай-я-я, еще раз так сделаешь, тебя посадят на 15 лет». У нас свободная страна. Если туда придут русские и поставят своего какого-то человека, я понимаю, что туда я больше не поеду и никогда не вернусь, как бы больно мне не было. По окончанию карьеры я планировал жить только в Киеве. Я хотел вернуться только в Украину. Но я понимаю, что если я буду жить в той Украине, которая была до войны, я согласен туда ехать хоть завтра. Если это будет Украина под Россией, то я туда не вернусь никогда. Что касается наших военных отношений к украинским городам и их населению прежнее, бережнее. Твою мать, это они бежали просто. Киевская «Динамо» едет в Турне, играет с Барселоной, ПСЖ, Миланом, Легия, Стяуа. И я знаю, что ты сегодня встречался с президентом и разговаривал о том, чтобы сыграть с Вестхэмом. Нет, я встречался не с президентом. С кем-то из руководства, да? Я разговаривал просто с главным тренером, потому что сейчас очень насыщенный график и возможно ли это организовать. Футболисты хотят сыграть эту игру, главный тренер хочет сыграть эту игру. То есть вот здесь, на этом стадионе? На этом стадионе, да. Собрать максимальное количество болельщиков, я думаю, что если приедет «Динамо» Киев и люди узнают, что все деньги пойдут на восстановление Украины, пойдут на благотворительность, пойдут на помощь детям, больницам, то здесь будет полный стадион. Это 100%. Ты сыграешь и за ту команду, или только за ВСХМ? Или только за Киев? Если удастся организовать эту игру, то я с удовольствием сыграл бы и за ВСХМ, и за «Динамо Киев», потому что «Динамо Киев» для меня команда номер один в моей жизни, ВСХМ моя действующая команда, которую я никогда не забуду, которую, даже если я уйду, я всегда буду помнить этих болельщиков, как они меня поддерживали в эту тяжелую минуту для меня, и моей страны, и моей семьи. Я не могу у тебя не спросить, то, что я услышал сейчас в лобби. Реально ли, что возможен матч в конце турне «Динамо Киев» против «Шахтера»? Почему нет? Во-первых, мы деньги от этих игр отправляем в Украину. Отправляем, чтобы помогать людьми, которые находятся в тяжелой ситуации, которые нет, ничего покушают, медикаменты нужны. Это наша цель. И если «Динамо Шахтер» дадут то, что надо людьми в Украине, а это помощь, конечно, мы сыграем 300 раз, если надо. Вообще, это не проблема, даже мы сейчас одно. Даже сейчас нету «Динамо Шахтера», «Одесса», «Мариуполь». Мы одно сейчас. «Мариуполь» — это «Шахтер» сегодня, «Шахтер» — «Динамо», «Динамо» — «Металист», «Металист» — «Одесса», «Одесса» — «Днепр». Мы одно в целе. И это видно уже за последние 40 дней, что Украина — одно в целе. Я думал, и когда я увидел там много клубов и не увидел ни одного английского, я разговаривал с парнями, высылают приглашения, договариваются за эти матчи, это непросто. «Конопля» недавно сказал, что пришло уведомление о приостановке контрактов, что у вас глобальные проблемы, иностранцы уходят, зарплату не платят. Ты можешь честно рассказать о последнем разговоре с Ахметом? Последний, который между вами был. О чем вы разговаривали? Ну, последний разговор был, чтобы обеспечить всеми футболистами, чтобы вы ехали за границу, иностранцам, чтобы вернулись своим семьям, и дальше будем смотреть по ходу. После этого, когда я выехал из Украины, я полетел сразу в Женеву, господин Чеферину, который показал не только, что хороший президент, но хороший человек. И он сразу связался с Фифом, и Фифа принял решение, что до 30 июня чемпионат Украины, все клубы из Украины, которые война идет, не должны платить зарплату до 30 июня минимум. Поэтому мы будем помогать футболистам индивидуально, что кому надо, и помогаем, и будем стараться. Мы одна семья. К 3 января 2022 года состояние Ахметова было 12 миллиардов долларов. Наступила война, на 7 миллиардов стало меньше. Есть шанс, что если Украина проиграет эту войну, то футбольного клуба «Шахтер» просто не будет. «Шахтер» будет в Украине. Останется тело. Люди будут дышать украинским воздухом. Люди будут счастливы. Для меня украинцы уже герои. Уже победили. Стоят на ногах 40 с чем-то дней против агрессора России с таким подбором, с таким всем, что хочешь на свету. И ничего не могу сделать, кроме убивать людей, которые никому ничего не сделали плохо, убивать детей. Для меня это уже большая победа. Многие знают, что Эвертон, в том числе, принадлежит Алишеру Усманову. Алишер Усманов — это миллиардер с большим российским следом. Тебя напрягает, и задумывался ты хоть раз о том, что, по большому счету, когда тебе приходит смс-ка, это в том числе русские грязные деньги. До момента, когда я переходил в Эвертон, я даже не знал. У нас два президента, и как считать, что мне два президента платят деньги, и поэтому одна часть грязная, одна не грязная. Я считаю, что это неправильно. За день до начала войны ты переподписал контракт с Динамо. За два. За два. Сейчас смог бы бороться за чемпионство, сидеть в Москве. Почему ты уехал? 22-го числа подписали контракт, 23-го числа у нас была фотосессия тренерского штаба, и, если я не ошибаюсь, 24-го числа должно было это все выйти. Как ты расходился с руководством? У меня летом горе, которое случилось. Маму я потерял. Руководство всегда помогало мне. И в этом случае тоже. То есть не было такого, что мне там сказали, ты не придешь, разрываем контракт и тому подобное. Я Сандра сказал, я надеюсь, ты меня поймешь. Я уезжаю, я не смогу больше работать. Позвонил спортивному директору, и потом позвонил руководству, тоже сказал. Никаких проблем не было, ты это просто закрыл был. Сейчас многие обсуждают, кто чемпион Украины этого сезона. Я слышал версию, что по первый круг 15 игр сыграли. Там, если не ошибаюсь, Динамо чемпион. Если 18, то там Шахтер на первом месте. Твоя версия. Кто будет чемпионом? Мне по барабану, кто будет чемпионом Украины. Нам не до этого сегодня. Мы думали о мире. Мы думали, как помочь с людьми. О каком чемпионате можно сегодня говорить? Убивай детей. Убивай маму, папу детей. Дети это все смотрят. О каком чемпионате мы говорим? Мы говорим сегодня о будущем наших детей, которые там. Мы говорим, что мы сегодня сыграли игру, чтобы заработали, купить кроватку. Вот это наша цель. Премьер-министр Англии сказал, что Украину нужно пропустить на чемпионат мира без стыков. С Вольсом из Шотландии. Ты сказал, что ты с этим не согласен. Ты вообще представляешь, как сборная Украины будет готовиться к этим матчам? Как будет проходить наша подготовка? Пока что мне тяжело представляется. Все равно, даже если у нас там будет две недели, месяц, неделя, мы должны выходить на футбольное поле и просто вот все, что у нас есть, доставать все резервы, которые у нас есть и просто играть за наш народ, за тех людей, которые погибли, защищая Украину. Ты думаешь, это реально? Как профессионал, я тебе скажу, что это нереально, набрать форму, быть в лучших игровых кондициях, потому что для каждого это игра всей жизни. Не всем футболистам удалось поиграть на чемпионате мира. Но, почему моя позиция такова, что нам в этом плане не нужны подачки. Мы здоровые пацаны, мужики, и должны все доказывать вот здесь, на футбольном поле. Как раз вот два месяца есть на подготовку. Эти сборы надо пройти заново. Ребята со сборов приехали, началась война, и опять на сборы. Надо будет готовиться заново. Такие матчи выигрываются характером, подготовкой, но характером, духом. Я надеюсь, у нас все получится. Они попадут на чемпионат мира, потому что у них есть воля, сила, и они это сделали из-за украинского народа. Я общаюсь с многими из них, и они ждут этого момента. Что можно порадовать в украинский народ на сегодняшний день? Может выиграть в Шкотландию, в Вейлс. Все, что зависит от футболистов в Украине, чтобы попасть на чемпионат мира, поверьте, мне они сделали больше, чем 100%. Тебе 32 года. Если ты со сборной не выходишь на чемпионат мира, это будет очень сложно сделать. Можно ли сказать, что Андрей Ермоленко закончит выступление в сборной? Я не хочу, знаешь, заканчивать пока со сборной. То есть у меня есть силы, пока я приношу какую-то пользу, я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то в чем-то уступаю молодым ребятам, или мне там главный тренер намекнет, или в лицо мне это все скажет, то я спокойно пожму руки и уйду со сборной с высоко поднятой головой. Я уверен, что с ребятами сборной ты на связи. Расскажи самую дикую историю про игрока сборной сейчас, который находится в Украине. Некоторые ребята сидели в укрытии и кто-то психанул, сел сам в машину и решил уехать на западную Украину. Там потише. И по дороге, когда он выехал там только из Киева, его остановили, сказали, дурачок, куда ты едешь? Тебе навстречу едут русские танки. То есть, если бы его там не остановили, ну непонятно, чем бы это все закончилось. У каждого ситуация по-своему тяжелая, знаешь, все ребята там сидят в подвалах, сидят в бомбоубежищах. Кого где застало, это тот там и сидит. Поэтому у каждого по-своему тяжелая ситуация. У кого-то родные, друзья. Ты же понимаешь, что все футболисты из разных регионов и у кого-то в регионе поспокойнее, а у кого-то просто снесли город. И у каждого по-разному. Второй снаряд попал вот туда. Кто-то вы пришли нас освобождать. Какой-то торговый центр, какой-то склад. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? По личному своему выбору. Потому что я верю в Бога. И я не могу никогда ассоциировать себя и быть на стороне несправедливости и жестокости. А я здесь сижу именно потому, что несправедливость и жестокость сейчас на стороне вот этих нацистов, с которыми мы бьемся, а не на нашей стороне. У Миколенко в Эвертоне партнер по команде предложил снять дом на границе, по-моему, если не ошибаюсь, с Польшей, чтобы беженцы из Украины могли спокойно жить. Физиотерапевт предложил квартиру, чтобы люди заехали. Тебе партнеры из команды предлагали какую-то прям реально материальную помощь для твоих сограждан, для людей из Украины? Я разговаривал с капитаном команды. Он сказал, что у него знакомый, у которого здесь в Англии сеть гостиниц. Он готов там предоставить неограниченное количество номеров для украинцев, которые уехали, которые находятся здесь в Англии. Все оплатят. Парни из Чехии предлагали помощь, сумасшедшая поддержка и отдельное, конечно, Лукашу Фабиански. Огромнейшее спасибо, потому что он помог приютить тещу с сестрой моей жены. В Англию сложно попасть. Мы пытаемся с моей девушкой вывезти нашу подругу, и это очень длительное время занимает, потому что много документов, чтобы дать визу как беженец, я как спонсор. Донни сейчас занимается этим вопросом, но он только за, что мы об этом говорили. Это дает какой-то импульс людям, которые там, и вот они надеются на помощь. Я разговаривал здесь с нашим генеральным консулом в Дюссельдорфе, Украины. Он мне сказал, где что, куда как можно помочь. Мы помогаем. Заявайте, пожалуйста, в талантных при завышении вашего безнадия. Тянули. Мы сейчас находимся в Регенсбурге. Это реабилитационный центр сборной Германии по футболу. Как вы здесь оказались? Как вы сюда вообще попали? Друзья пригласили меня. Дали шанс немножко физически и морально восстановиться, потому что там дома и днем, и ночью сидишь в коляске. Даже какие-то вот нарушения по здоровью очень произошли. Сейчас восстанавливаюсь. Даже есть желание самого тренироваться, жить, несмотря ни на что. Мне после начала этих событий всех позвонил Клаус, хозяин реабилитационного центра, многим известного, многим спортсменам, которые там были у нас. Он позвонил, мне сказал, что есть возможность два-три пара олимпийца украинской сборной принять у него в центре, то есть вместе с терапией, со всеми. но я сразу сказал, что есть у меня знакомые. Я позвонил Саше, он сказал, говорит, да, с удовольствием, но сейчас я пока здесь, говорит, давай я ответ дам, говорит, на днях. Ну а на следующий же день он мне позвонил и говорит, Саш, ну надо ехать, потому что крышу снесло, то есть попало у него в дом или возле дома, ну в общем. Немцы, которые жили здесь, узнав вашу ситуацию, они выехали, чтобы вы сюда могли вот три семьи заехать с детьми и еще и даже не холодильник заполнили едой. Когда мы пришли этот ад, мы сюда добирались четыре дня. У нас пятеро детей, кошка, чемоданы, мама больная. И когда мы пришли уже в эту квартиру, когда женщина, хозяйка, все показала, открыла холодильник, она нам еще деньги начала оставлять. Знаете, вам нужнее. Мы говорим, не, не надо, нет, возьмите. Она нам отдала деньги, она насла холодильник, она собрала свои вещи, она нас увидела, она нас обнимала, целовала. Мы плачем. это, ну, это надо переживать все. То, что делают здесь для нас, да, там вот, нам очень повезло здесь с другим людям. Это кошмар. Они живут просто, там, такие условия для жизни. Так вот, сидят кровати, вот это они кушают, где они купаются, непонятно, люди с сумками ходят. Нам довелось там быть, потому что нам здесь осталось там еще две-три недели пожить. Мы сейчас тоже пытаемся найти себе, как бы жилье и ездим по всем этим местам и видим ад, в котором находятся люди. Добрый вечер, мы с Украины. Разы сейчас очень в ходу у киевской пропаганды. А вот в Европе другое, уже звучат голоса, выдержат ли социальная система и бюджеты. При этом некоторые из приехавших открыто демонстрируют, что рассчитывали на гораздо более теплый прием. Если оденешь, и кто спину не тренирует, может упасть. Ну да, тяжелая. Тяжелая. Она и досталась тяжелой. Вы участвовали в двух паралимпиадах. 2012 год в Лондоне, заняли третье место, бронзу взяли. В 2016 году вы были в Рио в возрасте 44 лет. Где ваши партнеры по команде? Где другие спортсмены, колясочники? Что с ними? Они живы. Вы созваниваетесь. Как у них дела? Регулярно созваниваемся. Есть друзья в городе Изюме. Город вообще полностью сравняли. Там ни одного дома фактически не осталось. Даже одного друга до сих пор я сейчас не могу найти. Он не выходит на связь. Второго нашел здесь. Он в Австрии, был в Германии. Красный Крест вывез его семью. Но сын его остался до сих пор в Изюме. Он за него очень сильно волнуется. Это ваш дом, да? Я правильно понимаю там на фотографии? Да. Многие прятались по бомбоубежищам. Вы на коляске. Как вы прятались? Как вы спускались туда? Сами ли кто-то помогал? Нет, дети спускались, но я не спускался. Я находил свои комнаты на первом этаже со своими животными. Вот сейчас я вам покажусь не против дом, который профессор наша жила. Вот прямо она там ее квартира. Видите, как попал снаряд? Она единственная женщина, которая не выходила из там девятиэтажного дома. Прямо это института. Вот видите, как. Буквально это вы, да? Да, это я вот с племянником. С Киева нас посадили наши мальчики на поезд. Поезд это ад. Это электричка. Это 15 часов у меня мой сын 15 часов просто простоял. Он не сел. У нас были места, но он у меня так воспитан. Сколько людей там ехало? Я слышал, что он в детском... Вот так вот. Люди стояли стоя, вот так вот. Мы детей брали себе на руки, я вставала, чтобы люди могли посидеть, потому что это нереально. На поезде нереально, потому что очень много людей, даже люди приезжают, даже машины бросают на вокзале. Мы с детьми, с сестрой, с мамой, с зятем потихоньку на машине выдвигались. Мы 5 суток добирались. Приходилось потому что комендантский час в разных городах ночевать. Тоже у друзей. Помогали. Очень сильно всем благодарен. Долго думали, выезжать или нет. Я не хотела мужа оставлять. Боялась очень. Но такая бомбежка была сильная. И начинают дети болеть. И мы приняли решение выезжать. Мне было бы легче, если бы у меня было кому отправить детей, я была бы там. Я знаю, что делать. Я человек, который умеет работать. Я бы помогала хотя бы. А так сидишь еще хуже. И когда выезжали, только с подвала выходим, бомбят. Забегаем опять. Я звоню, говорю, мы не можем выехать никак. Мы выбежали, сели в машину и поехали. С Боярки уезжали. На Боярке был ад кромешный. Было очень много людей. Сказали, два будет поезда только в течение дня. И все люди ждали. Очень много детей было. И мы разговаривали с людьми. Женщина стояла, у нее не родной ребенок был. И оставили ребенка только со свидетельства о рождении. То ли соседка, то ли я не знаю кто. Вторая женщина была с тремя детьми. Я спросила, это ваших сидеть, а она нет. Она говорит, у меня вот дочка. Что происходит с детьми, которых отдают посторонним людям, чтобы их вывезти? Вот они приезжают сюда. Дальше что с ними происходит? Плачут дети, кричат дети, не хотят уезжать дети. А многие дети молчат. Мы очень держались, поэтому наши дети стойко вынесли всю поездку. А были дети, которые очень плакали. Видно было бы родителям, очень плакали родители. И люди ближе к окружной Киева пережили ад кромешный. Там постреляли соседей, близких постреляли. Они видели труп, они выезжали по трупам. И, конечно, дети, естественно, вели себя чуть по-другому. Да, очень много детей ехало. С нами два мальчика сидело таких. Мы его кормили, поили. Дальше там, я не знаю, как дальше он вышел. Я не знаю. Это ужас. Очень много, которые там семьи как бы убивали. Муж пишет, давай усыновим детей. Двоих, трех. Я говорю, я не против. Давай. Я тоже готова забрать детей, как-то спасти какие-то жизни. Маленькие дети, которые должны дома сидеть, играться, которые должны мультики смотреть, в садике, не знаю, в школе быть, веселиться, они идут с этими плакатиками, табличками, ручки трусятся эти маленькие, они идут и понимаешь. А что на табличке хороста? Номер телефона чаще всего, то, что я видела, лично я видела мальчика, номер телефона и место, куда отправить, куда он должен попасть в результате. То есть просто один мальчик, его закинули в поезд, и он вышел с таблички, и все? Да. Представь, вот ты живешь обычной жизнью, у тебя все хорошо, ты ходишь на работу, и ты даже не понимаешь, что завтра ты можешь просто своего ребенка отдать. Незнакомому человеку ты не знаешь, ты его увидишь или нет, и ты не знаешь, куда попадет твой ребенок, покушает ли он, попьет ли он. Вот это самое, самое страшное. В 2022 году. Сейчас вся российская пропаганда повторяет одно и то же. Где вы были 8 лет, когда убивали детей Донбасса? 8 лет назад ты был в Донбассе. 11 лет ты жил еще до этого, да, в Донецке. Расскажи, как начиналась война 2014 года, и кто был инициатором, кому она была выгодна? Ну, это все началось, насколько я понимаю, в Киеве, с Майданом, потом на Крым. В Донецке, когда мы били, я видел танки, я видел военные, но такого серьезного я ничего не видел. Я улетел пред последним самолетом, и 11-го выиграли чемпионат, даже 11-го мая нам не разрешили играть на Донбасс-арене. Я улетел 16-го, и 21-го уже начали бомбить аэропорт. И после этого никогда не вернулись в Донецк, я даже с собой забрал два чемодана лета на отдых. Машины там оставил, дом как раз купил со семьей, как я и так много наших футболистов. К сожалению, потеряли дом в 2014 году, и чувствую, что многие хотят россияне, чтобы мы остались снова без дома. Мы отлично знаем, что конфликт в Донбассе произошел из-за того, что его спровоцировал Путин, который вливал туда войска, деньги, посылал туда военных, как бы они там себя не называли. Мы все отлично знаем, это было недавно, у нас очень хорошая память. Эту кашу заварил Владимир Владимирович Путин. И все эти 8 лет мы про это говорили. Я не знаю, может быть, потому что я тогда не понимал, что происходит, и был какой-то шок. Я помню, где я был в тот момент, разговаривал с родителями, я смотрел, я не понимал, что у нас происходит, у нас как, ну, там вот такой вот дурдом. Я знаю одно, я тебе честно скажу, последние годы, и тогда я, когда мы в Одессе, с друзьями, с семьей, с женой ходил в ресторан, мы сидели, кушали, там, гуляли, танцы, в Аркадии, и все остальное, а 700 километров, 800 километров от нас стреляли, я этого не понимал. То, что началось в 2014 году, это изначально уже был звонок и катастрофа у нас в стране. Никто не относился к этому так, как будто все равно, вот идет война там на Донецке, идет война в Луганске. Все мы переживали, и переживаем по сей день. И посмотри, что сейчас снова переходит туда же, опять в Луганск, опять в Мариуполь, опять в Донецк. Где мы все были? Мы были там же, и мы точно так же кричали о помощи, о том, что у нас забирают нашу территорию. Я ходил к военным в госпитале и помогал точно так же военным. И поверьте мне, что это нелегко прийти к ребятам, которым по 18-19 лет он потерял какую-то конечность. И смотреть на это все, ну, это... Ты просто понимаешь, что у человека вся жизнь уже испорчена, а ему всего лишь 18-19. И мы точно так же кричали о помощи. Почему тогда никто не услышал, а сейчас услышал? Потому что масштабы были не такие. Там точно так же погибло огромное количество людей, огромное. И огромное количество детей. А сейчас русские солдаты идут со всех направлений, убивают и просто рушат все, что видят. Поэтому сейчас об этом все и знаю. В 2014 году не было развито настолько, да, эти все соцсети. Поэтому сейчас люди и видят абсолютно все, что происходит в Украине. Сейчас многие украинские футболисты заняли достаточно радикальную позицию. И это оправдано. То есть, например, в Мариуполе мирных жителей погибло больше, чем за 8 лет войны на Донбассе. Но почему тогда они молчали? Многие даже играли в России несколько лет после 2014 года. Почему тогда украинские игроки так не включились, как сейчас? Не молчали. Все ставили посты, все призывали на мир. Но там уже ничего не изменишь. Можешь говорить, что хочешь. Можем даже говорить, что хотим. И говорим с первого дня, и что изменилось? Ничего. Призываем на мир. Весь мир пишет Stop the war. Peace in Ukraine. Весь мир. Ничего не меняется. Футболисты не могут ничего. Они могут помогать, как и делается сейчас, тогда делается в 2014 году и дальше. Президент отправлял гуманитарную помощь на Донбассе, пока не закрыли границы. И погуляли, сколько могли. Мы не можем туда попасть. Даже если хотим поехать туда, как попасть? Эта война хуже не бывает. Не дай бог никому такого. Не дай бог. В 2013 году у меня закончился контракт. В 2014 году у меня не было контрактов, никто не предлагал, допустим, в Украине. Я еще видел себе силы, я хотел играть за сборную, но мне нужен был клуб. Где-то, может быть, не могли украинские команды платить там деньги. То, что там Рак уехал, то, что Еле уехал. Ну, они переживают за свои семьи. Тогда я размышлял так, а сейчас я вижу, у нас война идет по всей нашей СНЭПе. Кахметову есть одна основная претензия, что в 2014 году, когда началась война на Донбассе, он занял пассивную позицию. Хотя мог, знаешь, со своим ресурсом помешать созданию так называемого ДНР, включиться, и всего бы этого сейчас не было. Ты с ним обсуждал это? У него был такой ресурс? Никогда не обсуждают. Даже самые сильные люди мира не могли остановить эту войну. Даже сегодня никто не может остановить войну. Даже все олигархи России не могут остановить войну. А эта война на самом высоком уровне. Мы не знаем, что там за спиной. Я знаю одно, без этого человека было бы все сложнее в Украине. Сейчас что-то на Донбассе изменилось после того, как все это произошло? Там жизни, насколько я понимаю, уже давно нет. Донбасс арена стоит, никто не играет. В городе есть пару друзей, с которыми общаются. Они живут свою жизнь, поэтому у них нет выбора. Когда вы уехали в 2014 году, за Донбасс ареной ухаживали. Кто сейчас с ней? В каком она состоянии? Никто не знает. Смотрим только фотографии. Когда у нас была возможность помогать, наши люди, которые остались, которые сидели за Донбасс ареной, имеют одеяли. Сейчас, к сожалению, у нас никакого доступа. Донбасс арены нашей базы нет. Мы знаем, что на базу попали гранаты, что спалили нашу базу. Донбасс арена стоит, пустая. Игри нету, концертов нету. Люди депрессии. Я знаю, что некоторых там остались, которые любят шахтера. Мы на них никогда не забудем. Мы за них играем, и наши болельщики. Но, к сожалению, мы не можем решить, вернемся мы завтра или послезавтра туда. Это решают люди, которые не хотят мира. К сожалению. Вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что Украина сильная армия. Так же мы не вторгнемся, если мы вторглись в Украину назад. Казахстан приехать. В России часто говорят, что вот гоняют людей, кто говорит по-русски. Есть ли такая проблема в Украине или нет? После 2014 года мы захотели больше украинизироваться и разговаривать на украинском языке. То есть я могу разговаривать спокойно на украинском, могу разговаривать на русском. Для меня это абсолютно не проблема. Я говорю по-русски. То есть ты в Украине всегда говорил по-русски? Я всегда говорю по-русски. Нигде проблемы не было. Даже сегодня люди говорят, я общаюсь на русском. Какие информации получают они там, это бред. Если мы будем говорить о 90-х годах, наверное, было 90% русскоговорящих, сейчас, наверное, в Киеве 50 на 50. Люди больше начали разговаривать на украинском. Проблемы как таковой у нас никогда не было и нет. По крайней мере, в моем окружении я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, почему ты со мной разговариваешь на русском или на украинском. Ну нет такого у нас. Ну просто нет. Зачем выдумывать? Нет такого, что тут, если ты говоришь на русском, ты изгой. Нет, я, например, вот честно, я люблю Украину, но я не очень хорошо говорю на украинском языке. Если потребно, я можно разговаривать, но мы все привыкли говорить не русский язык, не украинский. Слушай, ну как, ну вот он русскоговорящий. В Киеве живу 17 лет. Я общаюсь с колоссальным количеством людей. Кто-то говорит на украинском, кто-то говорит на русском. Нет такого, что вот, там, такой-то. Не важно на каком ты языке говоришь, главное, что у тебя внутри. Со своими родителями я разговариваю на украинском, со своими друзьями я разговариваю на русском. Когда мы все вместе, мы говорим, кто на украинском, кто на русском. Там, Суржик, знаешь, это типа как смесь русского и украинского. Ну это больше у нас, как бы, в селах так разговаривает. Когда я там начинаю читать или смотреть русское телевидение, когда там говорят, что мы там убиваем русскоговорящих, избиваем или убиваем своих детей, которые говорят на русском. Ну то есть для меня это смешно. Слушай, я уехал в 15 лет, Я по-украински не говорю. Я понимаю, но никогда не было, чтобы меня где-то, особенно в Одессе, чтобы в Одессе где-то когда-то за язык щемили, но не было такого никогда. Я живу здесь 23 года. Я разговариваю на русском языке. Я с тобой разговариваю на русском языке. Да, я понимаю украинский язык, но я на нем не разговариваю. И никакой у меня никаких проблем не было. Вообще никаких проблем здесь не было. На это люди вообще даже не обращают. Кто как хочет, так и разговаривает здесь, в этой стране. В 2018 году пресс-аташе Киевского «Динамо» публично высказался по поводу того с претензией, что ты давал интервью украинскому журналисту на русском языке. Он сказал, что я игрок сборной Украины, и я должен давать интервью на украинском. Без проблем. Если нужно разговаривать на украинском, я буду разговаривать на украинском. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие. Через два месяца у тебя заканчивается контракт с Вестхэм. Что дальше? Есть шанс, что ты здесь останешься или поедешь, например, в Турцию, куда тебя отправляют в последний год? Я думаю, что, наверное, процентов 95, что я уйду. Потому что у Вестхэма есть опция продления еще на год, насколько я помню. Но со мной пока по поводу этого никто не общался, никто не связывался. Жду их решения. То есть оно должно быть буквально в ближайшую неделю-две. Если нет, то я буду, вернее, мой агент будет заниматься моим трудоустройством. И будем смотреть, где и какие варианты будут продолжения карьеры. Да, инсайд. По-любому ты знаешь. Ряд клубов, которые тобой интересуются. Команды из чемпионата Турции, плюс команды, которые из, так скажем, теплых стран. Ну, чего бы страны какие? Ну, не Доминиканы же. Нет, не Мальдивы, не Доминиканы. Ну, давай, говори. Саудовская Аравия. Конечно, есть варианты продолжения карьеры Испании, Италии. Но я пока думаю. То есть я пока не определился, понимаешь. Сейчас было такое время, что нужно решить, где ты хочешь продолжать свою карьеру. Но постучалась беда в наши дома. И мне вообще сейчас как бы не до этого. И я не могу об этом думать. И мне, если честно, даже не хочется. Мне настолько вот все равно сейчас, в конкретную минуту, где я окажусь, знаешь. Я понимаю, что, наверное, это плохо так думать. Потому что у меня все-таки семья, дети, нужно о них заботиться. Но сейчас пока у меня вот мысли просто только о войне и о том, как помочь людям из Украины. Есть ли хоть какая-то доля вероятности, что Андрей Ермольенко после этого сезона приедет играть назад в Украину, чтобы поддержать народ? До войны я всерьез задумывался о том, чтобы вернуться обратно в Динамо Киеву. Сейчас никто не знает, что будет вообще, что будет со страной. Я не говорю даже о футболе. Но если у нас вопрос сейчас стоит о том, где я буду играть, то, конечно. Если у нас не будет чемпионата, то куда возвращаться? И тогда нужно будет садиться и думать. Ну, то есть для меня всегда в первую очередь, ну, если мы говорим, что выбирать, да, там, деньги или клуб, который дал тебе все, то я бы выбрал клуб, который дал мне все и тех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Мы сейчас на прекрасном стадионе, Лондон Стадиум. Но я видел кадры стадиона, где-то начинал играть. Стадион Десна в Чернигове. Он практически полностью разрушен. Одной трибуны нет. Огромные дыры от снарядов в поле. Что ты думаешь о том, когда смотришь такие фотографии из своего города? У меня просто только слезы. Вот когда я это все вижу, у меня просто текут слезы, потому что это происходит не только со стадионом, это происходит с обычными жилыми домами. Хорошо, что на этом стадионе никого не было, да, это всего лишь трава, всего лишь трибуны. И никто не постраждал. Но это происходит с жилыми домами, где сидят дети, прячутся люди просто, и они умирают. Вот это самое тяжелое. Когда ты смотришь, где ты рос, да, где ты ходил, гулял, делал какие-то свои первые шаги, там, вне зависимости от того, там, футбольные, или просто какие-то воспоминания у тебя остались. Вызывает просто, просто только одну эмоцию. Тебе хочется просто сесть и заплакать. Наши эмоции! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Андрей Ермоленко выходит на замену Сейчас послушаем, как встретит его стадион Please welcome number 7, Андрей Ермоленко Субтитры сделал DimaTorzok 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 произойдет то есть сейчас я об этом даже думать не хочу и не могу я не смогу пожать руку русскому который который поддерживал и поддерживает путина никогда этого не произойдет мы говорим не только о футболистах мы говорим и всех людях с украины из россии я это не смогу простить никогда и я это буду всегда помнить я честно думаю это как для меня лично нет для миллиона людей лично нет это как знаешь мы прошли эту точку невозврата это невозможно после всего того что произошло после сотен детей женщин изнасилованы это невозможно простить наверное не в нашем поколении сейчас это невозможно пока мы будем играть за сборную те кто это видели те кто это слышали нет это очень сложный вопрос у детей погибли младноклассники во время этих бомбежек как они могут носиться первое время они будут с настороженностью относиться к этим людям несмотря может быть он хороший человек сам по себе но в общем сложилось такое впечатление к сожалению может быть дай бог чтоб я был не прав то что сейчас произошло я думаю это на долгие годы так как было раньше уже не будет думаю что нет но хотя бы поддержка была бы для нашей страны от каждого там спортсмена я думаю совсем было бы другое мнение о этом человеке но пойми же не один не один этого не сказал знаешь засунули языки в жопу путину и вот это они там и облизывают это все но я думаю что после хоть интервью тебе будут большие проблемы самое главное чтобы у тебя их не было и при люди увидев эти интервью и поняли что творится здесь именно что творят русские это никто не забудет и никто никогда не простит должны пройти и не один угодно сейчас очень поменялось мнение даже с друзьями у меня с братом даже не общаюсь с твоим родным который живет в Волгограде не смотри я это все вижу в живую ребята украине идет настоящая война и давайте это все остановим в наши планы не входит оккупация украинских территорий мы никому и ничего не забираемся навязывать силы как бы тяжело не было прошу понять это я когда ехал к тебе значит думал вот представь пройдет 20 лет наши дети вырастут мы вообще этого всего там не хотим не хотели на но они так или иначе будут друг друга ненавидеть представь представь как какая меня это просто сжирает там уже и путина не будет сто лет понимаешь еще чего-то не будет какая-то кучка людей взяла и просто довела все до ненависти на поколение это вперед и понимаешь погна поколение вперед вы а и и и и и